здравствуйте друзья новый год шагает по планете хотя так подшагивает он еще на пути еще у нас недельки 3 как раз осталось 6 января декабря и вот у нас от хауза можно сказать от менеджмент компании такая замечательная елка она стояла несколько дней замернутая полиэтилен вот на этом столом месте это не замечательные кусты неба вот они там где-то были у стены и в общем такой праздник праздник вот еще она для вида на камере у нас она покажет вам может сместиться к центру вот такие елочки сейчас веточки не настоящий это не пахнет елка тоже настоящая это все абсолютно все синтетическое даже для приличия не побрызгали ничем ароматическим в общем сейчас мы отправимся в наш офис и вы видите как наши сотрудники украшают офис друзья мы заходим с вами в офис и видим результаты творческого такого усилия со стороны наших сотрудников вот гирлянд очки слева у нас у нас у нас натуральная елочка типа елочка зажгись вот она на самом деле зажигается я могу даже да но в прошлый раз когда мы и зажгли у нас выключился компьютер по все допустим пусть она будет так это сложная елочка видимо намного жрет электро не знаю маленькая елочка жрет как следует вот у нас тут произведение полотна художественные полотна с шариками с гирлянд очками вот эту вещь нам кто-то когда-то подарил прошлом году где неужели написано что написано 1016 и она по идее должна стоять под елкой ну практически так и стоит что-то у нас там еще мне кажется вот у нас тут правда и там у нас в конференц-рум есть украшения но они по моему уже не первый год это с вашего дня рождения всего полугода это не имеет чего это я не туда не туда нажал это да вот это не имеет новогоднего характера но новогодний характер привношу я вот вот получается праздник друзья вот так вот вы так вот и живем в разных местах люди уже иллюминацию на домах там какие-то лампочки вывешивают вот там где вы живете анна леонидовна там народ засвечивается даже у нас есть да и вы даже вы сами нет нет у нас у самих нету но я имела ввиду что даже в нашем комплексе есть ну вот ведь как у нас еще смотрите на что осталось то вот у нас еще много у нас много ресурсов боже что а это это елочное украшение что ее можно повесить на что-нибудь это наши можно сказать соотечественницы в кокошники в общем моими грубыми пальцами не удается вот пожалуйста и я не хочу сказать всех с новым годом это мы отдельно еще скажем но так вот просто хотелось немножко к празднику добавить чего добавить изюминок пусть будет изюминок с орешками у нас друзья многие спрашивают а как мы делаем чай почему чай я даже не знаю вот как мы делаем чай у нас есть тут много чаев всяких вот у нас есть ароматические вот такие я к сожалению не могу дать вам это нечто ароматические такие чаи у нас есть баночках их многое вот раз и три там и тогда у нас есть ароматические у нас есть зеленый у нас есть покажи людям что я прочесть этого вслух не могу текуангинь ну вот такой вот есть есть такой а а я лично думаю что нам бы как а вот же у нас нормально есть друзья у нас есть совершенно нормальный чай так бумажечки как мы насыпем заварочные чайники так ну-ка давайте мы насыпем так вот чтобы не говорили что жадное так вот сейчас мы насыпем чайничек и у нас есть кипятильник вообще у нас есть общий в кухоньке а этот такой для сотрудников отдельно ну давайте посмотрим раз раз уже мы показываем процесс значит мы говорим одну кнопочку нажимаем чтобы разомкнуть так сказать анлок да а другую чтобы уже таки полилось вот мы сейчас заварим и у нас появится заварка а может быть просто чай в зависимости от того сколько мы там положили самого чая это может оказаться консистенции заварки а может быть просто чайку давайте подождем несколько минут и потом вернемся к этой посуде перед тем как мы с вами друзья приступим к разливу чая я хочу сказать что вспоминается мне песня которую я слышал в детстве песня была на языке идиш но я вам расскажу смысл ее смысл в том что вот здесь песня о том как пьет чай царь царь когда пьет чай он берет сахарную голову так и и делает в ней дырочку в эту дырочку наливает чай и в этом оттуда пьет это вот как бы вековечная мечта о том чтобы о сладкой жизни значит ну в наше время как раз люди стараются сахара то особо не употреблять но поскольку вопрос был как пьют у нас в офисе соответственно по вкусу сахар заменитель сахара молоко коньяк там в общем кому что придется вот а разлив чая происходит вот таким образом вот и мне кажется он крепкий очень он крепкий сейчас я водичкой разбавлю и получится хороший чай видите в чем так сказать особая эффективность всегда можно залить водички другое дело что если конечно слишком бледная заварка тогда уже сложно а так вот друзья не жалейте заварки мой вам совет счастливо а